Автомобиль В России гибнет в среднем 100 человек При этом значительная часть ДТП со смертельным исходом Происходит по вине пьяных водителей Отсюда и столь высокие цифры травматизма и смертей на дорогах Возможно, следует обратиться к опыту Сингапура В этой замечательной стране за вождение в нетрезвом виде Предусмотрены телесные наказания Повинившегося водителя бьют по годицам так Что в конце нарушитель с трудом может ходить Сейчас зимой летом, смотря на все День День Я ищу Ух День До скорой До скорой Водители, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения и садятся за руль транспортного средства, они уже сами себя ставят в ситуацию совершения дорожественного происшествия. А именно из-за того, что у них, естественно, сразу же отсутствует определенная реакция на действия дорожной ситуации, также они становятся самоуверенными, и, естественно, я даже могу сказать, что это уже потенциальные преступники. В Уголовном кодексе Российской Федерации нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства регулируется статьей 264. Ввиду того, что в России учители случай вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, законодатель под пунктом в статье 264 предусматривает ответственность для водителей, который нарушает правила дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если в результате вождения в нетрезвом виде водитель станет виновником ДТП, в результате которого пострадает человек, то административная ответственность для него сменится уголовной. И теперь уже лишением прав горе водитель не отделается. При самом неудачном развитии событий он рискует оказаться на скамье подсудимых, а затем в местах не столь отдаленных. Хотя даже это вряд ли каким-то образом восполнит вред причиненный здоровью потерпевшего или утрату их родными, члены своей семьи. Поэтому нужно всегда помнить и осознавать, что садясь за руль вы несете полную ответственность не только за себя, но и за безопасность на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения и не садитесь за руль пьяными. Выполнение таких нехитрых требований может уберечь не только вашу жизнь и здоровье, но и чьи-то еще. В течение года проходит через наше учреждение более тысячи человек, арестованных в административном порядке за управление транспортным средством в состоянии алкогольного тянения. Количество повторных граждан порядком снижается, но однако есть те люди, которые не только двое были, но и были три и более раза. За что вас задержали? За езду на машине в трезвом виде. А до этого вы уже были здесь? Был. И что повлияло атмосферу здешняя, для того, чтобы больше не ездить за руль? Нет, повлияло. Почему? Просто была необходимость в этом. Ну, я завел машину, поехал. А так я езжу на общественном транспорте. Но вы вообще понимаете, что водитель, когда в надрезвом состоянии, у него... Ну, конечно, понимаю, что это опасность большая и так далее у него. Реакции не остановятся, может совершить какое-то дорожное транспортное происшествие. Все понимаем. Всем водителям хочу пожелать, что если выпьют, чтобы не садились за руль, лучше вызвали такси или сели на общественный транспорт и передвигались пешком. Полгода назад я попал в дорожное транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. Я признан виновным в данном происшествии и осужден к трем годам решения свободы. В ситуации... В чем заключалось в вашем нарушении? Я находился в нетрезвом состоянии и превысил установленный режим, установленный скоростной режим, в результате чего совершил дорожно-транспортное происшествие. Надо очень хорошо подумать, прежде чем даже не допускать того, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного пенения... Не знаю, но это... Мои слова вряд ли на кого подействуют. В России пока сам не столкнется никто, мало кто останавливается. Но я лично сам от себя хочу посоветовать всем водителям, владельцам личного транспорта не садиться за руль в состоянии пенения. По данным МВД ежегодно во всем мире под колесами автомобилей гибнет полтора миллиона человек. Для России же это число составляет около 40 тысяч. Главная причина таких происшествий – несоблюдение правил дорожного движения, как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Причем грубое нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, влечет за собой уголовную ответственность. Поэтому из-за своей невнимательности любой автолюбитель рискует стать не только виновником ДТП, но и преступником. Однако в центре внимания общественности далеко не всегда стоит сам факт нарушения ПДД. Нередко гораздо большее возмущение вызывает поведение виновных лиц. Так в интернете многомиллионное количество просмотров собрало видео, снятое в Иркутске. На нем видно, как переходящих через дорогу пешеходов сбивают мучающийся на большой скорости весьма дорогой автомобиль. Остановившись, из него выходит водитель – молодая женщина. Но первое, что она делает – осматривает свой автомобиль, совершенно не обращая внимания на сбитых ею пешеходов. Этот видеоролик собрал огромное количество гневных комментариев интернет-пользователей, а также стал впоследствии основным доказательством в уголовном деле, возбужденном против водителя автомобиля. Возмущение общественности, как нетрудно догадаться, вызвало циничное поведение женщины, переживавшей за свой автомобиль больше, чем за пострадавших в этом ДТП людей. Неравнодушные к произошедшему люди требовали самых суровых санкций к виновной. А некоторые даже начали угрожать ей расправой. Для обеспечения безопасности подозреваемых пришлось усилить меры ее охраны. Подобные ситуации, к сожалению, не единичны. Безнравственное поведение водителей встречается и во многих других городах. Оценка их действий уже выходит за рамки правовой. Согласно правилам дорожного движения, водитель при совершении дорожно-транспортного происшествия в первую очередь должен оповестить либо вызвать, исходя из данной ситуации. Если пострадавший обязан вызвать скорую помощь. Если это не получается, то перед тем, как отвезти пострадавшего в больницу, непосредственно зафиксировать свою автомашину в том месте, где он остановился. То есть организовать все предпосылки, которые сохранили это данное место, чтобы было удобно работать потом следствию в процессе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ты не ругайся, я твою машинку немножко помяла. Ну как-как, я человека белый помяла. Что ты делаешь? Нет, ну девушка вроде пожимая, а он не знает, не лежит, не шевелится. Что делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Высвали, высвали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Что? Кадест? Да! Вон она! Вон она! Вон она! Ну да! Она сейчас защищает! О, смотри! Сдайте ее! Что это? Иди за защищает ее! А где она? Садитесь ее! Зачем она? Ну что такая? Кто-то там сидит! И все кого-нибудь бьет! Расскажите, пожалуйста, по какой статье или статьям вы здесь находитесь? Статья 264, часть 5. Расскажите, пожалуйста, вот как вы считаете, почему вы здесь оказались, чтобы это было предупреждением для тех, кто находится на воле? Ну, я оказался как то, что ехал и не видел. Мотоцикл, который врезался в меня на большой скорости, на нем было два человека, они оба погибли, к сожалению. Ну, вот какие бы советы вы могли дать тем, кто вот ездит за рулем и управляет мотоциклами и машиной, чтобы избежать вот то, что можно предвидеть? Ездить не превышать скорость, соблюдать все правила дорожного движения. Да, привет. Сейчас подожди, я на 5 минут скачу в магазин. Ага. А, что бы поделать? Упас, смотри, что он. Едите пока туда. В настоящее время на территории города Улан-Удэ участились случаи совершения квадрата. Краши угонов автотранспорта, от зданий торговых центров, жилых домов, в частности, в ночное время. Многие водители оставляют свои автомобили без присмотра, в открытом состоянии и тем самым привлекают внимание лиц, которые совершают угоны, к совершению данного преступления. Рекомендуем вставить автомобили на охраняемые стоянки, в частности, в ночное время. С начала 2011 года было совершено более 110 краши угонов автотранспорта. Наиболее распространены угоны автотранспорта, когда автомобили находятся в свободном доступе. И, соответственно, наименее распространены кражи автомобилей из гаражей. Сейчас покатаемся. Ну, там нормальная тачка, что можно покататься. Все хорошие. Смотри, гаишники стоят. Опа. Они уже рядом, вообще. Что, давай Жору показам. Быстрее, быстрее, быстрее. Смотри, посмотри сзади. Да, еду. Быстрее, Жору. Продолжение следует... Браво приезжает! Кто в машине тоже выходит? Все выходит, выходит! Все выходит! Ошибочным является мнение о том, что если вы взяли чужое транспортное средство с целью проехать куда-либо и собираетесь его по следующему вернуть владельцу, то в ваших действиях нет ничего преступного. Если вы садитесь в чужой автомобиль и двигаетесь с места, то в ваших действиях уже имеется состав преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса, то есть угон автотранспорта. А также, если вы садитесь в чужой автомобиль, но не успеваете тронуться с места, то в ваших действиях уже предусматривается покушение на угон автотранспортного средства. Чем быстрее вы обратитесь в органы милиции, тем велика возможность, что найдут ваши транспортные средства. Ну, попал я сюда по глупости, не по глупости, а по пьяни, за любовь к алкоголю. И, ну, как получилось-то, как попал сюда? Пришел к знакомому, мы с ним выпили. Выпивка кончилась, как обычно бывает. Захотелось еще. Пошел, ну, выходил из дома. Смотрю, говорит, открытый гараж. Ну, я вошлую машину завел, думаю, съезжу до Восточного, приеду, обратно подставлю с деньгами. Ну, вот, машину завел, ворота открыл, выгнал. Съездил на Восточный и по пути обратно на Аршан, ну, разбился. И вот теперь сижу здесь, два с половиной года дали. И так наказанный, здоровье потерял все в аварии. Еще два с половиной года сидеть. Ну, вот, в общем-то, вот так вот. Что бы ты хотел посоветовать тем ребятам, которые тоже захотят подняться? Чтобы не пили. Все горе у нас от алкоголя. Трезвый будет, он сам не полезет. Так что не советую, ну, лучше, как сказать-то, подкопи, докупи, езди, куда хочешь. Все? Все. Год и три ты на Кстеляху? Да. 21 февраля я разбился. 21 февраля разбился. Не-не-не, почему? Не заживает? Да, не заживает. Уже семь раз операцию сделали. Дорогой, мы уже подъехали? Да-да, приехали. Вот тот самый банк, о котором я тебе говорю. Представь, целых 300 тысяч за такие проценты. Наконец-то, дорогой. Все, ты все документы взял? Да, конечно, все с собой. Сейчас пойдем. Сейчас, подожди, подожди. Ну, началось. Ну, дорогой, я же девушка. Ну, конечно, девушка куда-то взял. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и взяли кредит. Ну что, поедем куда-нибудь? Давай, как-нибудь отметим. Да, давай, давай поедем в ресторан. Да, давай, отличная идея. Давай-ка зайдет сейчас ко мне на пять минут. Ну, хорошо, давай, не вопрос. Дорогой, обязательно возьми барсетку. Да ладно, господи, ты тут возьмет. Возьми, возьми. Ну, да. Хотелось бы обратиться к гражданам, что с началом весны увеличилось количество преступлений, краж, совершенных из автомашин. В основном данные преступления совершаются около детских садов, финансовых учреждений и крупных торговых центров. Данная кража совершается буквально за несколько секунд, так что хотелось бы обратиться к гражданам, предупредить их. Если вы оставляете вещи даже на короткий промежуток времени, то вы не застрахованы от того, что вы не станете объектом преступления. Мы часто слышим из телевизионных репортажей, что совершаются кражи из автомобилей. Многие из нас часто сталкивались с такой ситуацией, что самонадеянно рассчитывали на то, что это их не коснется, выбегая из машин на несколько минут, оставляя вещи без присмотра. Нужно учитывать то, что квалификация воров в данный период растет. Похитить вещи из машины для них не составляет никакого труда. Для этого им достаточно всего 30-40 секунд. Продолжение следует...